Хорошо. Вообще замечательно было бы, если бы участники вебинара попутно и в чате что-то интересующие вопросы писали. Это поможет мне самому сориентироваться, что конкретно интересует. А сначала несколько слов о себе скажу. 30 лет, 32 года в атомной энергетике. Начинал на Белоярской атомной. Кто более-менее занимается, увлекается атомной энергетикой, наверняка знает, что это Средний Урал, Свердловская область, в 50 километрах от Екатеринбурга на восток, город Заречный. Вот именно там я и начинал свой путь в атомной энергетике. Надо сразу сказать, что изначально у меня не было стремления продолжать или создавать династию. Отец тогда в ту пору был главным инженером Белоярской АЭС. Но так получилось, что я после школы никуда не стал поступать, а отец просто сказал, ну, значит иди работай. Ну вот я и пошел работать в центр энергомонтаж и участвовал в монтаже и строительстве третьего энергоблока. Белоярская АЭС – это реакторы на быстрых нейтронах, очень перспективное направление. И меня даже радует, что Белоярка не остановилась и БН-800 продолжает развитие быстрой энергетики. После этого у меня было два года на Запорожской АЭС, водоводивные реакторы БВР. И с мая 1988 по 2009 год я работал на Чернобыльской АЭС в разных местах. Сначала дозиметристом в оперативном персонале третьего блока, а с 1994 по 2002 группа дозразведки, фото, видео и дозиметрической разведки объекта укрытия. Что, собственно говоря, мне и позволило познакомиться с объектом практически вечно-вечно, так сказать, глаза в глаза. Потом была работа в информационной службе Чернобыльской АЭС. И закончил я свою трудовую деятельность на Чернобыльской АЭС в должности инструктора учебно-тренировочного центра по работам в объекте укрытия. И на промплощадке объекта укрытия. В 2009 году я сократился. Мне, честно говоря, стоящая станция выведена из эксплуатации. И то, что как работы там велись, мне не очень это было по душе. И я, в конце концов, понял, что на воле мне будет лучше и легче. Ну, так оно и было. Я занялся фотографией. Ну, и в конце концов, потом, третий год, пришел к YouTube-каналу и встречи с участниками. Что позволило мне взглянуть на эту трагедию совершенно с разных сторон. С тех, которых я не догадывался и не знал. Достаточно часто задают вопрос. И это не первая моя, так будем говорить, лекция на эту тему. Ну, вчера у меня их было три. Это был аншлаг. И всегда спрашивают, а можно ли было избежать? А, ну и причинах, конечно же, тоже спрашивают. Это ведь всех интересует. Вообще, чернобыльская тема, на мой взгляд, интересна значительно больше любой другой радиационной аварии, и не только радиационной. Кстати, по человеческим жертвам, хапал, загуглите, и вы поймете, что чернобыльская катастрофа там и рядом не стояла. Там человеческие жертвы были тысячи. В первый день, как минимум от трех до пяти тысяч, сразу люди в ужасных и страшных муках умирали в Индии. Но почему-то именно чернобыльская тема уже не дает покоя чернобыльской катастрофе десятки лет. И я думаю, что будет еще больше. Я связываю это с тем, что изначально Чернобыль поместили в некую сумеречную зону. То есть там изначально было много недомолвок, много было сокрыто. Обвинили изначально сразу персонал. Крайним сделали. Знающие люди понимали, что это неправда. То есть было много наворочено всякого. Я это называю серой зоной. Сумеречной, так сказать. А она всегда интересна. Или темно. Ну что в темноте может быть интересного? Темно ничего не видно. Или свет. Все видно и все понятно. А когда сумерки, оно все так, знаете, расплычет, туманно, и начинаешь догадываться. А что там скрыто? И вот Чернобыль так уж сложилось. И я думаю, именно Советский Союз к этому приложил немало не усилий, а так получилось. Информационное оповещение на ту пору хромало, мягко выражаясь. Так вот о причинах. Мне очень нравится выражение Николая Рыжкова, который был председателем оперативной группы управления и по ликвидации оперативного штаба, даже так надо сказать точнее. И на тот момент, по нынешнему этой премьере, министр Советского Союза. Он сказал одну очень короткую фразу, которая, на мой взгляд, очень емко характеризует и говорит о причинах. Он сказал, мы все шли к этой катастрофе. То есть он не выделял проектанты, конструктора, руководящие, административный персонал, оперативный. Мы все шли к этой катастрофе. То есть вся советская система создания и управления атомной энергетикой планомерно шла к этой катастрофе. То, как она создавалась, главное, то, как она управлялась, ну неминуемо где-то что-то бы, и это сошлось на Чернобыле. А дальше уже, казалось бы, если взять как единичные незначительные нарушения, они бы ничего не значили. Но когда эта череда последовательных нарушений, ошибок, замалчиваний накапливается, в конце концов, вот этот накопившийся ком обрушился в Чернобыле. Можно ли было избежать? Кстати, там вот, извиняюсь, я отвлекусь, но отвлекусь по делу, в одни из вопросов был. Если выбирать единственного виновника аварии, это будет условный дятлов или условный долежаль, их спутовщенщики или конструктора. Вот эта вот советская тяга найти стрелочника одного, это неправильно. Кстати, когда я общался с директором группы управления проектом по преобразованию объекта укрытия безопасно-экологическую систему, он сказал, что советская система найти виноватого, если что-то случилось, нужно найти виноватого и его наказать. У нас, говорит, на Западе не так. Мы сначала ищем, почему это случилось, выясняем причины, их устраняем, а потом уже смотрим, кто допустил своими действиями до того, что это случилось. То есть совершенно наоборот. Ну, у нас любят найти самого крайнего и его по всей строгости закона, советского закона, самого справедливого в мире закона, наказать в наседании всем остальным. Так вот, нельзя так говорить категорически против единственного виновника. Нет единственного виновника. Если говорить о эксплуатации конструкторы, то конструкторы в большей степени виноваты, чем эксплуатация. Эксплуатация оказалась во всей этой цепочке последней. И как бы логично предполагать, что вот нажали кнопку и все, вот они и виноваты. Ну, вернемся к… Можно ли было избежать катастрофу? Можно. Было целых два момента, на мой взгляд, ключевых, когда можно было пойти другим путем. Но, и сразу оговорюсь, это понимание приходит, пришло, по крайней мере, ко мне, по прошествии многих лет изучения той ситуации. Ну, я сам в Советском Союзе родился, учился и работал я, тем более в атомной энергетике. Ну, я знаю, какие отношения между простым рабочим, оперативным персоналом, руководящим, администрацией. Они очень разные. И я знаю эти тонкости. Так вот, можно было избежать, во-первых, 25-го числа. Я не знаю уровень в познании в атомной энергетике работа атомного блока, поэтому буду говорить максимально просто. Технари, я думаю, меня простят. Ядерная установка – это очень сложное техническое сооружение, и просто так вот она не выключается. Аварийная защита – это экстренная остановка ядерного блока, и она нежелательна. Она укорачивает срок его службы. Реактор всегда останавливают порядка двух суток. Постепенное расхолаживание называется. И мощность снижают постепенно. В ночь на 25-е начали снижать мощность на плановый ремонт и проведение проектных, подчеркиваю, проектных испытаний по свободному выбегу турбины. То есть это непридуманный и взятый с потолка эксперимент, который по слухам, опять же, проводили ради того, чтобы кто-либо сделал себе диссертацию на этом деле. Приписывалось даже, что Дятлов был заинтересован. Но, ребята, он не электрик. Он вообще не заинтересован в электрических испытаниях. А это электрические испытания. То есть в результате он заинтересован, но написание какой-либо диссертации – это несерьезно. Так вот, начали в ночь на 25-е останавливать. В день, ближе к обеду, мощность была уже 50%. Но в это время на Ташлыкской ТЭЦ вылетело два блока. И его энергосистема испытала резкий дефицит электроэнергии. А это рабочий день. Полдень, грубо говоря. Электроэнергии надо много. А ее раз – и сразу много не хватает. Диспетчер делает свою работу. Он ищет, кто бы мог бы подхватить и восполнить дефицит электроэнергии. И для него самый простой вариант. Он видит, что Чернобыльской ОЭЦ еще работает. Он звонит и говорит, так, ребята, поработайте до вечера. А вечером отключитесь и проведете свои испытания. Ну, вроде бы все нормально, да? Но реактор такая штука, что он не маневренный. То есть он не может длительное время работать на промежуточной мощности. То есть он, конечно, может. Но после этого его надо сразу глушить. Но длительное время им очень сложно управлять на малых мощностях. Там 20, 30, 40, 50, 60 процентов. Он может работать на мощности близкой к номинальной или вообще не работает. Поэтому атомные блоки никогда не используют как маневренные в энергосистеме. Для этого есть тепловая энергетика. Они могут работать хоть на 10, хоть на 15 процентах устойчиво. Но диспетчерам уже... В общем-то он не обязан это знать, что атомный реактор настолько специфический. Тем более, это... Ну, в 80-е годы атомной энергетике... Ну, по сути дела, что там 15 лет было. Каких-то там... Ну, это несерьезно. Для глубоких познаний в атомной энергетике. Для диспетчера. Но руководство Чернобыльской АЭС должно было понимать, что если они хотят нормально провести испытания, то длительная работа на 50 процентах может быть чревата накоплением ксенона, йода, а это отличные поглотители нейтронов, и мощность будет удерживать очень сложно. Можно было отказаться. По советским временам, да и сейчас, было не принято возражать диспетчеру. То есть указание диспетчера было беспрекословным. На моей памяти единственный раз главный инженер Белоярской атомной электростанции не подчинился указанию диспетчера. Это было на третьем блоке. На его опытной эксплуатации в самом начале пробило прокладку на трубопроводе над блочным щитом, его начало заливать водой, и было принято решение остановить блок. Диспетчер заметил сразу, что у него упала мощность в сети, не хватает. Он позвонил на станцию и потребовал запустить блок. Негайно. Тобто немедленно. Главный инженер отказался. Ему пригрозили всеми карами небесными того времени, включая от премии, это самая мелкая кара была. Но он все равно не пустил. Сказал, что до выяснения отношений, до выяснения и ликвидации причин затопления блочного щита, блок пущен не будет. Через некоторое время его вызвали на ковер в Екатеринбург. Он встретился с главным диспетчером в российских энергосетях и на пальцах ему объяснил причину, почему он отказался выполнять это требование. Диспетчер оказался грамотный. Он понял и принял, что правильно надо было отказать. То есть последствий к нему никаких не было. Но это единичный случай. И для того, чтобы возражать диспетчеру, нужно быть технически грамотным и быть уверенным в том, что ты говоришь. Я не сомневаюсь, что тот же Дятлов компетентен, но это не его уровень общаться с диспетчером. С диспетчером должны были общаться или Фомин, или Брюханов. Но они не сочли нужным. Я так понимаю. То есть я подозреваю, что у них даже и в мыслях не было, что диспетчеру можно возразить. Это уже говорит о культуре безопасности, которой тогда вообще не было. Это первый момент, когда можно было предотвратить. Второй момент, это уже вечером, даже в ночную смену. То есть к 11 часам диспетчер дал добро на разгрузку полностью. Блок останов его или проведение испытаний. Пожалуйста, ребята, делайте там дальше, что хотите. И вот тут те самые, даже не причины, а стечения обстоятельств, которые сошлись на час 23. Испытания должны были провести вечером, вечернюю смену с 16. Персонал смены с 16 был готов к проведению этих испытаний. Они программу изучили досконально и были готовы. Ночная смена была лишь ознакомлена, что вот такие испытания должны были быть вечером. Вчера. И они не готовились к этим испытаниям. Кроме того, РБМК настолько сложный по тем временам в управлении блок. Почему я говорю по тем? Я буквально недавно посмотрел виртуальный тур Ленинградской АЭС в интернете. Кто не видел, посмотрите. Ну, блочный щит сейчас РБМК и тогда. Ну, это как сравнивать где-нибудь средневековье и начало 20 века. Настолько все современно, настолько даже по тем датчикам и приборам, которые видно на панели, как много появилось инструментов, которые помогают в управлении реактором. В 80-х годах очень многие вспоминают минимальный запас реактивности, так называемый, количество стержней в зоне. Так вот, на тот момент, в 80-х, на блочном щите не было никакой информации, индикации или индикатора, лампочки, сигнализации, которая говорила, что в зоне уже меньше 15 стержней. Для этого надо было сделать запрос на информационную систему Скала, и подождать до 15 минут. И тогда она выдаст результат. Ну, как говорили люди, которые ее эксплуатировали, не всегда он соответствовал действительности. То есть, там была определенная погрешность. И вот в этих погрешностях СИУР должен был работать. То есть, он должен был быть максимально опытный. Прошедшие переходные периоды, то есть, при смене, с понижением мощности, подъемом мощности. ночную смену был поставлен Леонид Топтунов, которому на тот период было 25 лет, и который отдублировался буквально несколько месяцев назад, и не имел опыта работы в переходных режимах. У него вообще был минимальный опыт работы. Поэтому его поставили в ночь. Потому что реактор к тому времени должен быть уже расхоложен, остановлен, испытания проведены, и все спокойно и красиво. Но испытания перевели на ночь. Итак, подходим, да, потихонечку. В 23 часа разрешили, начали снижать мощность, в час решили, ну все, пора. И тут Леонид Топтунов не удерживает тот уровень мощности, который было необходимо. Реактор, мощность падает. Он его просто не удержал. Ну, по неопытности. И вот здесь бы отказаться от испытаний. И тогда бы однозначно тоже ничего бы не было. Но вот здесь ответственность я бы переложил на Дятлова. И Акимова, как начальника смены станции. Причем по той информации, которая есть в сетях, так и неясно, кто же из них дал команду на подъем мощности. то ли Дятлов, то ли Акимов. Поэтому, говорим, они оба. Но Топтунов сам не справлялся с этой задачей. И вот тут на сцену выходит Юрий Трегуб, который остался со смены, которая должна была проводить эти испытания. и он готовился к этим испытаниям. И он остался, чтобы посмотреть на результаты и как они приведены, потому что для вообще эксплуатации это были интересные испытания, интересны были их результаты. Вообще, для тех, кто скорее всего мало представляет и понимает зачем это все делалось, на тот период, опять же, подчеркиваю, тогда, сейчас эти испытания не актуальны. И их результаты абсолютно не актуальны. Техника ушла далеко вперед. Те же РБМК стали другими реакторами по сравнению с тем, что было 80. Это подтверждает сколько уже? Да, 30 лет с лишним эксплуатации после аварии. У вас в России 9 блоков все еще работают на Ленинградке. Вот только недавно два блока вывели по сроку давности. Но РБМК сложно продлевать. Там графит разбухает. Так вот, зачем эти испытания? В момент обесточивания аварийного или аварийной потери электроэнергии собственных нужд, то есть обесточивания систем безопасности, в том числе жизни деятельности реактора, главных циркуляционных насосов питания пропадает и на период пока подгрузятся дизель-генераторы, а на тот момент требовалось по-разному от 15 до 40 секунд, пока они выйдут на полную мощность и подадут энергию, электроэнергию на ГЦНы, которые раскрутятся и будут подавать воду в реактор для его охлаждения. И вот в этот период можно было использовать свободный выбег турбины. Она продолжает крутиться по инерции и вырабатывать какое-то количество электроэнергии. И вот чтобы перехватить вот этот отрезочек буквально в 30 секунд, это было важно тогда. И проводили это испытание, какую схему нужно собрать, и чтобы она была собрана на случай какой-то аварийной ситуации и использовать электроэнергию в вырабатывании турбину на свободном ее выпивке. То есть испытания интересные и на тот момент нужные. Так вот тригуб остался посмотреть. И как говорят некоторые участники этих событий, кто в том числе и на блочном щите был, с кем я уже общался, некоторые говорят, а лучше б его и не было. То есть мощность вытянул тригуб, не топтунув. Леня не смог этого сделать. Тригуб ему подсказывал и помогал. То есть если бы не было на блочном щите, есть очень большие сомнения, что испытания провели. Почему Дятлов не отказался? не дал команду глушить и все. Да дело в том, что подобные ситуации, как потом выяснилось, на РБМК бывали частенько, то есть реактор можно было уронить там до 20-30 мегаватт и потом выйти на мощность. Но это опять же при опытном персонале. могут сказать нарушение каких-то инструкций, но дело в том, что по тому технологическому рекламенту, который существовал в 86-м году, они практически ничего не нарушили. Какие-то мелкие нарушения были, но они, и даже по признанию Международной комиссии, они не внесли какого-либо существенного вклада в возникновение и развитие аварии. Поэтому Дятлов и не стал останавливать. Ну, бывали уже такие случаи. Ну, поднимайте, что вы там? В чем проблема? То есть, ну, да, он мог отказаться. Это мы, опять же, я подчеркиваю, мы это знаем уже сегодня. А тогда стояли другие задачи, был другой опыт. Частенько вспоминают 75-й год, Ленинградскую, когда в полном мере проявился, проявились недостатки, недостатки РБМК и утверждают, что персонал знал, Дятлов знал, чуть ли не Топтунов знал. Ну, короче, все на станции знали, но ничего не сделает. Ну, как мне говорили некоторые товарищи из той же Ленинградской, которые на тот момент были там, после инцидента со станции РБМК, в том числе с Чернобыльской, приезжали специалисты для получения информации, это было два человека с отдела ядерной безопасности. То есть, не главные инженеры, не руководители, два сотрудника отдела ядерной безопасности приехали, выслушали информацию, получили ее и уехали с ней на станцию. А вот что дальше с этой информацией было, а бог его знает. Ну, скорее всего, доложили, конечно же. Но для того, чтобы оперативный персонал, который эксплуатирует ядерную установку, принял ее к действию, не к информации просто, ну, вот там случилось, а чтобы руководствоваться выводами в своих дальнейших действиях по эксплуатации ядерной установки, эта вся информация, выводы с Ленинградской аварии должны были быть вынесены в техническую документацию, в частности, в регламент по эксплуатации ядерной установки третьего энергоблока, ну, не только третьего. Но этого сделано не было. Можно только гадать, почему. сразу могу сказать, что внести изменения в регламент это не просто так. Собрались, собрал стаб технический совет станции и решил, вот мы внесем и внесли. Там очень длительные долгие согласования, в том числе и с проектантами и конструкторами. Ну, вот такая ситуация была. Так. То есть, избежать ее можно было, и для этого были моменты. Сама авария развивалась очень стремительно и быстро, и надо сказать, что те, кто был на блоке, они не понимали и не осознавали масштабов. Ну, это, знаете, как вот сидеть в закрытой комнате или дома сидите, а где-то там что-то взрывается и ваш дом покачало, но вы же не знаете, что там разрушилось. Вы понимаете, что по тем показаниям, которые у вас на блочном щите, что что-то жуткое и страшное. Но в любой ситуации жуткое и страшное прежде всего нужно подавать воду в реактор. О том, что его нет, у персонала понимание возникло только после того, как пришла дневная смена. Алексей Бреус мне рассказывал, что они утром шли, причем их не сразу пропустили на проходной, и он пришел на смену уже после 8 часов утра, и он уже на блочном щите сказал, что на площадке графитовые блоки. Для многих на блочном щите, практически для всех, это было новостью. Они не знали, что на площадке выброшены графитовые блоки. Но для этого надо туда пойти. Это один момент. Второй момент, чисто психологически даже те, кто видели разрушение и понимали, что графит это из реактора. То есть, как говорят, глаза видят, разум не воспринимает. И, кстати, даже Сан Саныч Боровой, когда я с ней общался, он именно это мне и сказал. Мы после облета на вертолете разрушенного четвертого блока видели, что реактора нет, но понимание, мозг отказывался воспринимать эту визуальную информацию. Настолько это было неожиданно, настолько это было шокирующее и в это вообще не верилось. А этому есть причины. Те, кто моего возраста может чуть младше, а тем более старше, прекрасно знают, как великолепно работала идеологическая машина в Советском Союзе. Нас со школьной скамьи убеждали, что все советское самое лучшее. Ходила даже такая как это сказать, юмористическая саркастическая фраза, что советский слон самый большой слон в мире, при том, что слонов в Советском Союзе не водилось. Но он самый большой. То есть советские реакторы, они самые безопасные. Вот у них там что-то может быть, у нас нет. Ну не может быть. Ну не может советский реактор взрываться, потому что он советский. Именно в таком духе воспитывались и школьники, и студенты. Вот что, на мой взгляд, пагубно, это студенты, которые шли на атомную промышленность работать, учиться на атомной установке, им со студенческой скамьи вдалбливалось голову, что реактор взорваться ни при каких условиях не может. Поэтому увидев, что его нет, но если вам всегда говорят, что этого не может быть, и оно вдруг происходит, но вы не сразу поверите. Поэтому и кто-то, я уже не помню, мне говорил, подслушал случайно разговор, стоя в коридоре, и кто-то из правительственной комиссии после майских праздников первого-второго докладывал по правительственной связи, что все нормально, все под контролем, четвертый блок скоро пустим. собирались пускать четвертый блок, это вообще ни в какие ворота уже не лезет. Поэтому и действия в ночную смену были прежде всего на то, чтобы охлаждать реактор. Вот Бреус, который пришел в дневную смену, он уже понимал абсурдность, и он об этом рассказывает, у меня есть с ним интервью на канале, он об этом рассказывает, но он как Сиуп, он, кстати, на блочном щите был последний в дневную смену, и он последний с него ушел. Он докладывал и начальнику смены, требовал неоднократного подтверждения, так продолжать подавать воду или нет. Продолжали подавать. А чем это плохо? То есть это никакой пользы, собственно говоря, не было от того, что подавали воду, она в реактор не поступала. Все трубопроводы были оборваны и из-за этого использовали всю воду, технологические воду, затопили минусовые отметки, вода по минусам пошла на первый и второй блок. Кстати, вот надо дать должное Богдасарову, который, к сожалению, недавно в Москве умер, он в ночь, не дожидаясь распоряжения и даже вопреки распоряжения администрации станции, он сам остановил блок. То есть он сначала, конечно же, запросил разрешение на останов третьего блока, ему сказали нет, но он все равно его остановил. Вот это очень грамотное действие человека, понимающего серьезность происходящего, и не боящегося взять на себя ответственность за принимаемое решение. Именно такой персонал должен быть в оперативном персонале. А впоследствии на следующий или через день остановили первый и второй блоки. Так вот вода-то вся уходила на полив разрушенного блока и шли затопления минусовых отметок, еще система пожаротушения работала вовсю, тоже добавляла воду, а толку от нее собственно особого-то и не было. Электрики мне потом рассказывали, как они ходили на минуса и вручную, потому что электрика не работала, вручную закрывали эти задвижки, стоя по пояс в воде, но при этом не водолазы, не водолазы, не водолазы, боже упаси, водолазы это вообще отдельная тема. Мифы. Ну вот так вот развивались события в ночь, надо отдать должное персоналу, станции, я даже преклоняюсь и не только пятой смены, но и именно оперативному персоналу станции и отчасти дневному ремонтному, который подключился, они не ушли. То есть есть, были случаи, когда персонал станции не выходил на работу и покидал ее, но здесь надо понимать какой персонал. Когда говорят персонал станции сбежал, как бы понимают весь персонал взагалил. Весь. В Советском Союзе у любой атомной электростанции был промышленный персонал и непромышленный. Промышленный производственный персонал это те, кто непосредственно на станции работали, но и они делились на управление, административный персонал, персонал по обслуживанию, ремонтный персонал и оперативный персонал. Так вот, за эксплуатацию ядерной установки отвечал во время работы блока именно оперативный персонал. А, кстати, непромышленный персонал это детские дошкольные учреждения, садики, школы, это отделы рабочего снабжения, магазины, продовольствия, непродовольственные товары, УЖКХ. Это все было в составе станции. И они были персоналом станции. Так вот, я больше склонен думать, что именно непромышленный персонал быстренько покинул город Припять. в принципе я их ни в коей мере и не осуждаю за это. Они в принципе не особо то нужны были. И правильно сделали, что уехали. Но для меня показательно, что я не знаю случаев, чтобы кто-то из оперативного персонала, даже из отпуска, не вышел на работу. Есть персонал, его немало, кто после лечения, особенно первое, кто 26-27 работал, их после майских праздников практически всех отправили на реабилитацию. На 2-3 недели в санаторий поправить здоровье. И потом их вызывали на работу. И они все вернулись, зная, в какие условия они возвращаются. В то время уже знали. В то время они уже знали сколько их работников уже погибло. Именно из-за переоблучения. И они вернулись. Как в фильме тот самый Мюнхгаузен, кто не смотрел, посмотрите, там фраза на фразе шикарная есть. Это, конечно, не героический поступок, это, конечно, не подвиг, но нечто героическое в этом есть. И эти люди достойны уважения. И с такими людьми я пытаюсь встречаться. Не вдаваясь в какие-то технические детали, я думаю, это будет излишне и не всем понятно, что же произошло и почему. возвращаясь к причинам, я еще хочу отметить следующий факт. Он скорее относится к планированию и развитию атомной энергетики. РБМК планировали это конец 60-х, или середина 60-х, его уже в проектах он был. за основу взяли военные реакторы, а не графитовые. Кстати, первый в Обнинске он был графитовый. Военные по наработке плутония. Там другая физика, другая решетка, графитовый шаг, ну в смысле блоки другого размера графитовые. И они нормально, успешно работали по наработке плутония для военного ведомства. И тут поступила задача, вернее не задача, а указание срочно и быстро нарастить мощности атомной энергетики. Ну, когда понятно стало, что ее можно использовать, срочно и быстро догнать и перегнать Америку. Это вообще лозунг по-моему всего советского времени. Догнать и перегнать кого-нибудь. ВВРы, которые тогда начинали развиваться, более надежные и уже более-менее освоенные, но они корпусные. А в Советском Союзе единственный ижорский завод был способен изготавливать корпуса для ВВРов. и для масштабного рывка в атомной энергетике ВВР не подходил. Дорого и долго. Даже скорее не то, что дорого, а долго. Собственно, поэтому потом и был задуман атоммаж по изготовлению корпусов для атомных реакторов. Поэтому решили использовать уже наработанный опыт в графитовых реакторах. Да, они не вырабатывали электроэнергию, хотя определенный опыт той же Сибирской, это Томск-7, Сибирской АЭС ее потом стали называть, у них был опыт двойного использования. То есть при наработке плутония то тепло, которое вырабатывалось, решили, ну что оно зря сливается, его использовали для отопления города и для выработки электроэнергии. Да, ее было немного, но для обеспечения города ее хватало. Но для промышленных масштабов тот тип реактора не годился, его нужно было переделать. И вот тут бы его переделать тем же путем, как наращивали ВВР, 280 попробовали мегаватт, потом 440 опробовали и в итоге вышли на 1000. Ошибкой было сразу делать реактор на 1000 мегаватт. Для понимания активная зона ВРБМК 7 метров высоты 12 диаметра. Вот нарисуйте себе такой цилиндр 7 метров высоты 12 в диаметре это активная зона. Почему еще несложно было управлять? Потому что поддерживать равномерное энерговыделение во всем этом огромном поле очень сложно. В нем возникают отдельные локальные активные зоны. Могут возникать и возникали. И с ними нужно было управлять. Кстати вот я вспоминал 1975 год Ленинградской АЭС и про опытность Сеуров. Как раз таки Ленинград тогда с Ленинградской АЭС ну и Питер скорее всего тоже спасли грамотные действия Караска. Он не нажимал АЗ-5. То есть если бы если рассуждать опять же теоретически вполне возможно если бы он нажал АЗ-5 то вот этот концевой эффект когда все стержни пошли в зону проявился бы в значительно большей степени и последствия для Ленинградской АЭС были бы значительно серьезнее. Не исключено что Чернобыль произошел бы 11 лет раньше. Но надо отдать должное хладнокровью Караска он не растерялся и вводил стержни группами то есть не все сразу а группами связками и тем самым он приглушил нарастающий темп нарастания мощности и в итоге отделались там небольшой аварии с в принципе незначительным выходом радиоактивности наружу. Не а по тем временам это конечно был экстренный неординарный случай но если сравнивать с Чернобылем то это так ну это если говорить об опытности персонала еще они неоднократно утверждают что квалификация персонала Чернобыльской АЭС была слабая что процветало комовство ну и персонал был неподготовленный весь возражу и соглашусь комовство скорее всего присутствовало но не на таких должностях как оперативный персонал своих родных и близких по духу и сердцу людей устраивали в более менее теплые местечки которые не требовали какой-то серьезной ответственности и технических знаний поверьте на станции есть такие места и работники станции если меня слушают они догадываются о чем я говорю попасть в оперативный персонал любой атомной станции престижно и сложно кроме того Дятлов как зам главного по эксплуатации сдать экзамены было крайне сложно это утверждают все кто по долгу службы был обязан сдавать ему экзамены с первого раза не сдавал практически никто я буквально недавно общался с с Валерой Сулимовым и он сказал что ему удалось сдать Дятлову с первого раза и получить удовлетворительно то есть троечку и он сильно расстроился но ему сказали да ты шо ты Дятлов сдал удовлетворительно с первого раза радуйся что он тебя не завалил причем завалил это не имеет ввиду что специально нет Дятлов грамотный техническом отношении человек специалист да скорее всего он был очень жесткий в дисциплине это если говорить о характеристике но на мой взгляд главный инженер по эксплуатации даже зам главного и вообще человек на руководящей должности на столь сложном радиационно опасном объекте на мой взгляд и должен быть жестким по дисциплине не колебаться и не сомневаться в принимаемых решениях и нести ответственность за эти решения которые ты принял именно таким и был Дятлов а Феминия кстати отзываются не очень что он с электроцеха он был начальником электроцеха в свое время потом дослужился до главного инженера и он в общем-то был не реакторщик поэтому к нему ну как бы вообще никаких вопросов он и не участвовал в том процессе так может вопросы какие-то будут а то я так могу по темам прыгать долго о пожаре кстати вот можно было бы сказать по свидетельствам участников именно участников ликвидации как такового пожара ну вот в нашем представлении полыхает пламя бушует его не было опять же кто знаком более-менее с блоком атомным но он поймет что там в принципе гореть-то нечему в машзале конечно же есть масло и это кстати в ночную смену героическими именно героическими усилиями нескольких нескольких людей они слили порядка 80 тонн масла чтобы оно не дай бог не загорелось уже если бы добралась до баков масла последствия для машзала были бы еще хуже вот тогда бы точно возник бы пожар который мог бы перекинуться дальше по машзалу один коридор большой на все две очереди четыре блока общий но они слили опять же героическими усилиями уже работников электроцеха и турбинистов они заменили водород в турбине на азот что тоже немаловажно то есть избежали взрыва водорода в машзале так вот пожара по сути дела вот в том понимании как мы себе его представляем его не было были отдельные очаги возгорания и графит и графит за как это пожар воспринимали раскаленный графит графит сам по себе что доказано в радиовом институте в Питере он не горит ни на воздухе нигде нигде его раскаляли до 3000 градусов он раскалялся что называется до белого коленя но как только убирали источник тепла разогрева очень быстро графит остывал он не горел это некоторые я даже слышал сравнение с углем типа вот тот самый графит это как древесный уголь или каменный уголь который бросили в печь он разгорелся и там поддерживает жар и маленькое пламя какое-то там горит нет у графита вообще нет пламени он испаряется при нагревании он испаряется но пламени нет он не горит поэтому и пожарный с которым я общался и который был на крыше в ночь на 26 он мне честно сказал пламени не было были раскаленные гуски графита которые мы и тушили и контролировали возможность возникновения пожара что в принципе немаловажная задача тоже и кстати отсутствие пламени ни в коей мере не умаляет действий пожарных они действовали руководствуясь тому как их учили что нужно делать да они не понимали вернее не то что не понимали они не знали радиационной обстановки да и тогда вообще никто не знал радиационной обстановки потому что доступные приборы не рассчитанные на запроектные аварии которые были доступны так будем говорить на рабочих местах дозиметристов они не предназначены были для замера дозы свыше 3,6 откуда собственно взялась эта доза которую в сериале к Чернобыле обсасывали 3,6 рентгенарчаст ну это предел измерения прибора он просто зашкаливал и стрелка гнулась там на зашкале что называется вот поэтому ну вот о пожаре так они предо в любом случае они предотвратили возможное потенциально возможное возникновение вот и я бы никогда не сказал у меня бы язык не повернулся что они там зря все это делали низкий поклон и память им хотя бы за то что они не испугались увидев вот это страхиття перед собой даже не имея каких-либо глубоких познаний в радиационной безопасности я думаю они все равно представляли что это опасно и страшно когда ты видишь в небе непонятное необъяснимое свечение столб света причем по разным свидетельствам он в ночь аварии отдавал малиновым свечениям ну я так подозреваю что это из-за графита который активно в то время был раскален и давал вот этот жар потому что в ночь на 27 ноября Иван Черный электрик возвращаясь домой и объезжая мимо блока со стороны АРУ это с южной стороны он говорит что свечение было как от сварки то есть если бы в одном месте сварила сразу десятка или сотня сварщиков одновременно ну кто был на стройке представляет вот этот свет сварки вот он с этим сравнивал так вот представляете люди никогда такого не видевшие они не ушли они не испугались они остались и выполняли свою работу честно и до конца ну вот все собственно я можно поговорить еще об опасностях нынешнего объекта укрытия он как был так и остается радиационно опасным объектом несмотря на то что надвинули арку арку я называю очень красиво и поэтично французским зонтиком от дождя в принципе она на данный момент и великолепно выполняет именно эту функцию она защищает объект укрытия от осадков что немаловажно если кто-то помнит или был в курсе или загуглите 2013 год февраль месяц 13 февраля обрушилась кровля морзала объекта укрытия и был небольшой выброс аэрозолей на промплощадку АЭС а рухнуло только потому что скопился снег более метра тяжелого и влажного снега скопилось между легкой кровлей и там еще была пристроена она и сейчас еще есть кровля в том месте где все плиты обвалились там соорудили отдельную кровлю и вот в этом углу накопилось ну метр двадцать по-моему или полтора метра вот этого тяжелого влажного снега и не выдержали фермы и рухнуло так вот сейчас это невозможно потому что есть арка она отлично защищает объект укрытия от каких-либо осадков ураганных ветров и смерчей до четвертого класса если я не ошибаюсь замечательно мой пессимизм по поводу будущего использования объекта на варке сводится к тому что варке к сожалению не предусмотрены технологии и механизмы по обращению с топливосодержащими массами и с ядерным топливом которого в центральном зале ну предостаточно я на 26 в ночь выложил очередной ролик из архивных наших записей ну там видно это топливо которое в центральном зале валяется так вот технологии и механизмов по обращению с этими материалами в арке нет а план преобразования объекта укрытия в экологическую безопасную систему кстати никто толком и объяснить не может что это за красивое выражение оно очень красиво звучит экологически безопасная система но что это такое никто толком объяснить не может но то таки так вот согласно этого плана одна из задач арки как раз таки извлечение топлива содержащих масс и ядерного топлива приведение их в контролируемое состояние сейчас они не в контролируемом состоянии потому что мы не знаем что с ними происходит а контролируемое состояние это извлечение упаковка в какие-то контейнеры и эти контейнеры захоронивать так вот нет ни контейнеров нет ни технологий по извлечению а еще нет понимания прежде всего нет понимания точного и конкретного понимания мы можем только предполагать в каком состоянии оно сейчас находится нет технологий по извлечению нет контейнеров в которых это захоранивает нет оборудования которым бы мы извлеченный продукт закладывали в контейнеры и основное нам негде это все хранить по закону ядерное топливо отходы и отработавшие ядерное топливо должны храниться в геологических формациях в скальных породах но этого нигде нет то есть ядерные отходы это сумасшедшие деньги которых тоже нет в чернобыльской зоне вроде как обозначили два места в которых возможно построить такие хранилища но опять же это возможно не значит как это обещать не значит жениться поэтому проблем с объектом укрытия очень много то что его накрыли так называемым укрытием два не решила не решила одну проблему осадки а можно сказать еще одну ну не проблему но все таки решила мы вот этой блестящей с порудой то бишь сооружением мы скрыли от глаз людских вот то страшилище которым пугали всех людей ну типа посмотрите мы же закрыли объект укрытия он теперь безопасен счастье всем но это не так я бы еще называл объект укрытия новый этот безопасный конфаймент который красивый и блестящий это прекрасный ориентир для перелетных птиц куда лететь ну там блестит укрытие НБК летим туда на юг ну как понимаете я очень скептически отношусь к этому сооружению а тем более к разборке нестабильных конструкций но это вообще тоже отдельная песня как бы разделывать есть где но опять таки захоранивать тоже проблемы ну да и сама работа основных кранов которые висят под куполом арки на шести рельсах представляете себе шесть рельсов или рельс как правильно сказать и по ним ездит два крана и это все должно управляться ну оно управляется есть программа управления как бы пока справляется но дело в том что этим кранам уже ну лет десять наверное то есть их заказывали они отдельно проектировались именно под арку в штатах они выявили тендер на проектирование этих кранов ну блин извините меня это десять лет назад было они уже морально устарели при этом они вообще не эксплуатировались под нагрузкой никакой ну какие-то испытания конечно проходили но в условиях близких к рабочим они не эксплуатировались инструментов для разделки или резки там крупногабаритных сооружений объекта укрытия в котором присутствуют северные и южные клюшки балка мамонт кстати строители объекта укрытия еще те выдумщики были там прямо зоопарк балка осьминог балка мамонт собачья будка кошачий домик и даже есть мышкин домик есть еще балка самолет правда тут они ничего другого не придумали но назвали самолетом это одна из первых очень больших конструкций которые укладывали на вентиляционные шахты сохранившиеся для последующей укладки трубного наката вот и по разборке очень много вопросов и даже если чисто теоретически представить гипотетически что когда-нибудь они к этому приступят то возникнет вопрос по пылеподавлению а в арке системы пылеподавления отсутствует как таковая и та пыль которая будет однозначно будет выходить из объекта укрытия она конечно же наружу не будет выходить она останется в внутриарочном пространстве чем сделает внутриарочное пространство еще более радиационно опасным чем оно есть сейчас вот так так давайте наверное к вопросам ой тут уже накидали порядочно значит мифы ну вкратце по мифам водолазов не было российский фильм чернобыль это еще более шейф фэнтези чем американский сериал чернобыль но надо отдать должное там прямо было и написано я его еще не смотрел но там прямо говорят что все персонажи и действия вымышленные это плюс тут важно чтобы человек который шел смотреть чернобыль ваш шел смотреть его как сказку ну или нет сказка это не то слово но скорее фэнтези я и чернобыльский HBO называю фэнтези из того же разряда только снят кинематографически качественнее но воспринимать как нечто документальное даже отчасти ну нельзя все эти фильмы о чернобыле это как мне кто-то сказал очень хорошую фразу как свое время ветеранам великой отечественной войны категорически не рекомендовалось смотреть фильмы о художественной войне потому что они знают как было на самом деле так и фильмы о чернобыле нельзя смотреть тем кто участвовал в ликвидации то есть водолазы это миф ни одного водолаза не было по воде ходили и если исходить из слова водолаз то есть любой кто залез в воду это уже водолаз ну тогда все кто на пляже они все водолазы следующий еще миф гуляет что дугу построили специально возле чернобыльской аэс потому что она потребляла много электроэнергии это тоже миф ничего подобного по дуге там отдельные мифы существуют и что а русский дятел это ну не рекомендуется смотреть с претензией на документальность ничего подобного там и не было это это горизонтная антенна для обнаружения запуска баллистических ракет по ту сторону шарика то есть с побережья США она не оправдала своих надежд собственно говоря ее опытная эксплуатация ну даже по-моему там инцидент был предотвратили она дала ложный сигнал что якобы запустили ракеты ну то есть ну попробовали попробовали не получилось никакого отношения к Чернобыльской СС она не имеет выбрали географически необходимо было там расположить потому что в Советском Союзе планировалось сделать для эффективности работы этой системы за горизонтной необходимо было три таких антенны иметь одна на Дальнем Востоке в Украине и в районе Мурманска по-моему тут туда на Кольском полуострове и вот имея такой треугольник из этих антенн ну якобы повышалась ее эффективность ну так или иначе мы этого никогда не узнаем ну и может слава богу вообще Чернобыль он очень богат на всякие мифы может это и хорошо это не интерес к нему не угасает тут главное не останавливаться на каком-то одном источнике информации а собирать их и анализировать самому складывать свою картинку почему сведения замалчиваются до сих пор да а какие сведения сейчас замалчиваются вся информация которая даже которая была засекречена по крайней мере в Украине вышел сборник СБУ о нарушениях при строительстве Чернобыль СКС и в первые дни аварий какие были сводки по радиационной обстановке в Киеве по Украине так что как говорят ищущий да найдет так по виновникам я уже говорил как долго в нынешнем состоянии ЧАЭС протянет какие перспективы а в каком она состоянии она в состоянии останова до 64 года по плану вывода из эксплуатации должны перевести перевести полностью консервировать полностью можно срезать дезактивировать продадут то что нельзя захоронят ну как бы это уже нормальная работа которая ждет остальные атомные станции к сожалению или нет но всего есть цикл рождения жизни и смерти ну вот будем рассматривать нынешнее состояние 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 тяжелой болезни контролируемой которая приведет к нынешнему итоге ну смерть нехорошее слово но полной ликвидации и закрытию был ли это паровой водородной и осталось ли в реакторе топлива ну во-первых топлива в реакторе нет часть вообще реакция началась в северо-восточном квадранте как говорят то есть если круг поделить на 4 квадрата так вот в северо-восточном квадранте началось мгновенное возрастание энерговыделения температуры до как я уже слышал и этот доклад Буракова будет у меня на канале до 3000 градусов мгновенно разогрелось все продавило нижнюю схему ОР и паровой он был или тепловой я не физик я могу только лишь предполагать скорее от давления пара и выделенной мгновенно колоссальной энергии оборвала все нижние технологические каналы в кожах реактора и подбросила Елену по тем конструкциям которые разбросаны по центральному залу в каких местах они находятся я могу судить что Елена не просто подлетела там на 2-3 метра а ее подбросила ну метров на 10 если не 15 то есть взрыв был очень сильный но не он разрушил блок потому что вся его сила ушла на во-первых была направлена вверх то есть шахта реактора послужила ну очень утрированно послужила стволом Елена и вся активная зона это как бы пыш и пуля а вот внизу активной зоны где это все мгновенно разогрелось и расширилась и взорвалось это капсуль по которому ударили и это все вылетело вверх то есть вся энергия которая там за короткое миллисекунды какие-то накопилось и вырвалось она была направлена вверх она подняла Елену и выбросила все наружу разрушить и разварить блок она не могла это сделал уже второй взрыв который многие как раз таки слышали как взрыв потрясший все здание и все ходило ходуном какой он был ну уже я раньше предполагал и был склонен думать что это взрыв гремучей смеси но меня убедили грамотные люди которые понимают в этом толп что за то короткое время при пароциркониевой смеси при которой вода может разлагаться на водород и гидроксильную группу не могло выделиться столь много водорода который смешавшись с воздухом кислорода привел бы к таким последствиям и я больше склоняюсь уже второй взрыв имел ну в принципе как и первый ядерную природу то есть это не было ядерным взрывом в том понимании как ядерная бомба взрывается потому что не было условий для создания ядерного взрыва но его природа и причина была именно ядерная потому как она возникла вследствие неуправляемой цепной ядерной реакции именно она послужила причиной столь колоссального выделения энергии возможно когда Елена с активной зоной и кожухом реактора а кожух реактора это такой металлический большой лист который обрамляет всю активную зону и образует внутри реакторное пространство заполненное азотом и гелием так вот возможно когда вот это все вылетело наружу на какие-то микромилли секунды в активной зоне которая вылетела вслед за Еленой возникли предпосылки для взрыва близкого к атомному потому что был объем замкнутый сверху Елена по бокам кожух а снизу взрывная волна ну это только предположение и последовал второй разрушительный взрыв который собственно говоря разнес все здание очень сильно то есть южные стенки центрального зала толщиной метр двадцать кстати северные южные стены центрального зала метр двадцать по ним ездила машина РЗМ весом 400 тонн поэтому они такие метр двадцать железобетона а торцевые стены это запад и восток они по 90 сантиметров железобетона так вот южной стены толщиной метр двадцать ее просто нет ее разнесло и диораторная этажерка и машзал они удержали от больших разрушений в сторону юга северная сторона вывалилась полностью включая ГЦН они оказались наружи и северной стены там половина стены нет метр двадцать поэтому находясь в центральном зале и видны барбан сепараторы которые в соседних помещениях с центральным залом находятся кстати после второго взрыва я предполагаю что опять же я предполагаю что произошло подобие вакуумной бомбы то есть произошло схлопывание на месте вот этого огромного огромного помощности взрыва образовался вакуум который потом схлопнулся я это служу потому что облицовка соседних помещений с центральным залом где барбан сепараторы она металлическая и этот металл вогнут в центральный зал он не из центрального зала как бы взрыв и все лепестками в разные стороны а он наоборот в зал вогнута то есть какая-то сила его обратно вернула кроме того в самом центральном зале есть немало интересных вещей которые сложно представить что они оказались именно в таком положении вследствие взрыва который все разбрасывает в разные стороны но можно найти объяснение если представить что он не только разбросил но и обратно втянул ну это серии предположений вот чем еще и интересен чернобыль можно пофантазировать и представить себе как же там было на самом деле как считаете какие фильмы книги наиболее объективно отражает чернобыльскую трагедию художественные фильмы нет художественные книги нет они интересны для тех кто хочет заняться что ли изучением чернобыльской темы любыми художественные произведения можно привлечь внимание документалкой сложно привлечь она скучная нудная есть сборники документов по чернобыльской трагедии но читать их могут только специалисты им будет интересно простым людям обывателям в хорошем смысле этого слова это скучно тот язык канцелярский сухой но это неинтересно вот поэтому я не вижу ничего плохого в том чтобы приступить к изучению чернобыльской темы да даже с игры сталки почему нет из любого художественного фильма поэтому я не хочу выделять никакие произведения рекламировать читайте все что вам попадется ну кстати Дятлова можно почитать тетрадь Медведева и Чернобыль Щербакова ну Щербакова еще да но уже с определенными знаниями которые должны быть можно приступить к чтению его произведения так у меня на камере тут немного времени я потом на вебку переключусь если шум как думаете не произошло бы 26 могло бы произойти Глеб как я уже говорил вспомним слова Рыжкова мы шли к этой катастрофе если не такой же по масштабу как в Чернобыле но что-то близкое однозначно произошло и причем именно на РБМК на ВВР вряд ли там совсем другое другая физика и конструкция абсолютно другая конструктивно более надежная кстати когда я говорил про РБМК почему его выбрали для мощного быстрого набора мощности атомных станций потому что ему не нужен корпус ВВР надо корпуса РБМК корпус не нужен он как лего собирается с разных частей и все но у него опять же сложность по отношению минус по сравнению с ВВР у него очень много трубопровода очень много 1623 по-моему канала 1623 канала ну это и это соответственно столько же трубопроводов пароводяных которые которые отводили пароводяную смесь в барабан сепараторе и столько же подводило ее снизу в общем так были ли водолазы так по водолазам я уже сказал никаких водолазов не было возможно ли создание более-менее полного отчета анализа аварии по затратам какой-то более-менее анализ делается каждые 5 лет и вот кстати я благодарен кто там российская академия ну там не только вышел национальный доклад российский национальный доклад к 35-летию там как раз таки и анализ и перспективы аварии ЛПА там сделан но к сожалению в Украине мы прохлопали ушами я по-другому сказать не могу и к 35-летию мы ничего не сделали обидно задержал то есть такие доклады каждые 5 лет делаются но я бы смотрел на эту проблему шире и об этом покойный Чечеров говорил необходимо сделать именно анализ да правильно анализ ликвидации что было сделано зря это мы сейчас так считаем что потому что наши знания больше уже а что не было сделано и как надо было сделать когда говорят что минимально максимально проектная авария возможно там раз в 10 или 100 тысяч лет мы расслабляемся все потому что ну 100 тысяч там 500 тысяч лет это же так много это же ой когда там это что будет ребята когда говорят такой диапазон 100 тысяч лет это может быть завтра это может быть через год или через 5 лет ну или через 99 тысяч лет поэтому определенный план действий на максимально проектную аварию причем любого предприятия но прежде всего атомной надо иметь у нас есть уникальный опыт но он к сожалению сейчас утрачивается по прошествии времени опыт ликвидации такой крупнейшей техногенной ядерной катастрофы но к сожалению мы его утрачиваем и анализ ликвидации глубокий анализ ликвидации никто не делает на жаль кто сегодня какая страна отвечает за безопасность этой АЭС ну в смысле чернобыльской конечно Украина кто же еще отвечает как вы относитесь к романтизации зоны многочисленным художественным произведениям мастеристов могли бы вы вы могли и не читали эти троисортные литератные произведения однако я воспринимаю это как провокацию молодежи посещение Евгений Широков а мы никуда не уйдем от романтизации как бы мы к этому ни относились всегда найдется потребитель ну да мне это не нравится ну когда ты не можешь на что-то повлиять что ты можешь сделать ну ничего только сказать ну мне это не нравится если это это будет делаться до тех пор пока будет приносить определенную прибыль это вот однозначно и сто процентов вот так давайте я на всякий случай камеру подключу потому что не исключено что у меня эта камера скоро сядет так слышали ваш ну я думаю я ответил на игры книги как говорится на любой продукт будет покупатель если его еще и рекламировать хорошо и пока это покупается это будет производиться слышала что металлолом из черома куда-то прудали а потом сделали из этого сковородки миф-страшилка но доказательств этому нет то что металлолом куда-то пропал это факт я надеюсь что часть на самом деле утилизировали захоронили ну к сожалению я допускаю такую возможность что какая-то часть радиоактивного металла из чернобыльской зоны попала такие в пункты приема металлолома и потом растворилась в большой массе именно поэтому я бы не драматизировал ситуацию это примерно как в море капнуть капельку пресной воды и ожидать что море станет пресным ничего страшного это конечно непорядок и с этим необходимо ставить наш более жесткий контроль к сожалению нашу чернобыльскую зону определенные круги превратили в некий колондайк тот же туризм процветающий развивающийся галлопирующими темпами что я крайне не приветствую но видят в этом тоже министерство культуры видит вернее заинтересованные я так сказал люди видят в этом определенный источник дохода не государство там в основном вводят частные структуры которые сидят на так называемом едином налоге ну что такое единый налог наверное в России что-то тоже подобное есть когда за год платят какую-то вот такую сумму а все остальное заработанное остается у меня ну это если доход там не не превышает определенную большую сумму но они кстати я знаю что некоторые туроператоры чтобы не превышать вот эту самую сумму делают дочерние частных предпринимателей и туристов делят между собой и поэтому ни у кого из них по итогам года нет вот той самой суммы которая требует которая лишала бы их единого налога поэтому государство с этого туризма имеет копейки на саму зону ничего не идет в общем больная тема и мне она сильно не нравится в смысле туризм сам имеет ли логика такая теория что фонд в Припяти территории станции с каждым днем рос из-за распада так он наоборот уменьшался а не рос а в более активные нет то что может имеется ввиду то что как его актиний забыл называется радионуклид заговорился уже нет нет то есть ответ на этот вопрос нет логики в том что распадаются каратыши во первых далеко не всегда везде только при трансуранах могут образовываться другие радиотопы изотопы радиативные изотопы но они как правило альфа-излучатели кстати как раз таки альфа-излучение и будет выходить на первый план по своей опасности но это прежде всего касается объекта укрытия а не зоны в зоне возможно гипотетически тоже возможно но в значительно меньшем размере почему я еще против туризма в зоне зона остается потенциально опасной она конечно же уже не так опасна как была раньше и я вполне допускаю что в какие-то определенные районы можно было бы вернуть желающих там пожить хотя большинство из них уже нет никого в живых ну как-то использовать в сельско-народном хозяйстве но этого не стоит делать потому что существует так или иначе вот та самая потенциальная опасность ну вот так так вода из Припяти несет Мерковик океан тоже офокусиме насколько заражена вода вокруг а ну кто сказал что вода из Припяти там скорее донные отложения если поднимутся туда по той же фокусиме МАГАТЭ дало добро скопившуюся радиоактивную воду растворять в объеме Тихого океана не видя в этом никакой опасности ну и на самом деле никакой опасности в этом именно для населения для жителей земли в этом нет украинские ученые ведут чернобыль полевые испытания или это заинтересованные частники наконец-то в восемнадцатом году был организован биосферный забоведник он реально приступил к работе и каких-либо частники ну я таких я не слышал чтобы какие-то частные организации проводили научные исследования нет там есть конкретные институты которые этим занимаются есть биосферный заповедник который следит за как это биомассой зоны и вот кстати опять же возвращаясь к туристам и вообще какой-либо деятельности в чернобыльской зоне ну какую-то минимальную я конечно же оставлял те же солнечные батареи или тоже хранилище центральное хранилище отработанное ядерное топливо для украинских атомных электростанций и ВВР только для РБМК для Чернобыльской АЭС там построили свое отдельное хранилище ХАЯТ-2 и в прошлом году его наконец-то запустили и начали потихонечку вывозить топливо там порядка свыше 20 тысяч отработанных тепловыделяющих сборок то есть для таких хранилищ почему нет но а в целом я за то чтобы оставить зону в покое и природа сама великолепно восстановится ей не надо мешать в зону возвращаются животные причем занесенные в красную книгу уже был замечен медведь рыси хотят заводить видимо белорусов взять в аренду зубров лошади приживальского уже к ним одно стадо по-моему в общем к ним уже на их территорию перешло и у них прекрасно себя чувствует так что вот так но кто же живет недалеко от чернобыля даже скот пасется они обречены ну речь идет скорее всего о самоселах которых осталось ну там считанные десятки и изначально их было несколько сотен по-моему больше 400 если не 500 человек я вам скажу что самоселы которые оставались жить на загрязненной территории в массе своей прожили дольше чем свои же односельчане которых выселили в городские условия то есть человек который привык жить в сельских условиях на своей земле работать на ней постоянно трудиться он загибается в городских условиях но это можно сравнить с тем как рыбу из воды выкинуть на берег тем более что к самим эвакуированным к сожалению этот факт далеко не везде относились доброжелательно ко многим относились как к прокаженным даже моя дочь которая вообще к Чернобылю у нее отец ликвидатор и испытывала определенные сложности в первый год свое обучение в академии дизайна искусства она мне говорила что я стараюсь вообще не упоминать никому не говорить что я дочь ликвидатора вот так что люди оставшиеся в своей родной среде прожили и до сих пор живут дольше это вот об обреченности обречены скорее были те кого выезли оттуда припечен это не касается они городские жители и они из одного города переехали или в другой более крупный или в такой же нам опыта а вот сельскими были проблемы именно психологического характера ну а так как советское время психологической поддержки да и вообще она не особо была распространена никто ее не оказывал вот поэтому так есть ли информация что основной задачей была обработка а наработка нет оружейный плутоний оружейный именно оружейный нарабатывался исключительно на военных реакторах специально для этого предназначенными как таковой плутоний нарабатывается в любой атомной электростанции и кстати вот на Белоярке четвертый блок на быстрых контролировках БН-800 он переходит на уранплутоний топливо и на чисто топливо из плутония которое добывают из отработанного топлива ВВР то есть это как бы вторая жизнь отработанного топлива с атомных станций на тепловых нейтронах она находит продолжение на реакторных установках на быстрых нейтронах там живет вторая жизнь и это здорово так что плутоний нарабатывался но далеко не в тех размерах и масштабах а кроме того топливо с РБМК ни Советский Союз ни Россия не перерабатывала по крайней мере с Украины все отработанные ТВСки Чернобыльской атомной электростанции находятся на площадке Чернобыльской атомной электростанции даже те которые появились при Советском Союзе их никуда не вывозили ну я надеюсь полноценно ответил на ваш вопрос ну и наверное будем закругляться да ведущие я уже заговариваться начал мне что-то наверное нажать надо прикрыть не